Добрый вечер! Вы смотрите Центр новостей на Астрахань-24 в студии Максим Короченко. Голосование по поправкам в Конституцию пройдет с соблюдением всех мер безопасности. Участников и представителей избирательных комиссий обеспечат медицинскими масками и перчатками. Об особенностях голосования сегодня рассказал глава обл. избиркома Игорь Коровин. В связи с пандемией на участках будут действовать строгие меры безопасности. Наблюдатели, сотрудники полиции и СМИ будут в масках и в перчатках. А вот представители избирательных комиссий будут работать в полной защитной экипировке. Помимо масок и перчаток им выдадут халаты и защитные экраны для лица. Участникам голосования на каждом участке будут измерять температуру бесконтактными термометрами. В течение дня аппараты будут обрабатывать дезинфицирующими растворами. Все представители участковых и территориальных избирательных комиссий сдадут тест на коронавирус. На 200 избирательных участках из более чем 500 установят КАИБы. Комплексы обработки избирательных бюллетеней установят на некоторых участках в Астрахани, Володарском, Красноярском, Наримановском районах и Зато Знаменске, а также во всех районных центрах Астраханской области. Ранее в социальных сетях появилась информация, что проголосовать по поправкам в Конституцию россияне смогут без паспорта. Председатель регионального избиркома Игорь Коровин опроверг данную информацию. Речь идет о том, что вот те рекомендации Роспортного репнадзора, для того, чтобы уменьшить время контакта избирателей с избирательной комиссией, этот порядок предусматривается. На выборах как делается? Избиратель пришел с паспорта, отдает свой паспорт члену комиссии, и его данные паспорта заносят в список. Таким образом происходит идентификация. Сейчас в списках уже будет забит номер паспорта. Уже будет забит паспорт. И поэтому избиратель, когда он придет, он не будет отдавать свой паспорт, он покажет свой паспорт члену участковой комиссии, которая его принимает, проверит номер паспорта, совпадает ли за все списки, и после этого ему будет предоставлено возможность голосования. Так что вот эта вот не совсем верная информация, без паспорта проголосовать нельзя. Также Игорь Коровин исключил возможность голосования по поправкам в Конституции на удаленке, в дистанционном режиме. Правда, у астраханцев будет возможность проголосовать по поправкам на дому. Для этого нужно подать заявку. С сегодняшнего числа и по 21 июня заявление можно будет оформить на портале Госуслуг или в офисах МФЦ. А с 16 по 21 июня еще и в участковых избирательных комиссиях. Исключение составляют 136 населенных пунктов. Там нет помещений, подходящих для голосования. В эти села приедут члены участковых избирательных комиссий. Они установят переносные ширмы и ящики для голосования. Голосование по поправкам в Конституцию будет проходить в течение 7 дней. С 25 июня по 1 июля включительно. Причем с 25 по 30 июня избирательные участки будут открыты по 4 часа в день. А 1 июля с 8 утра до 8 вечера. Как в обычный день голосования. Любой гражданин, любой человек, если он является гражданином страны, если он внесен в список избирателей, он в течение этих 6 дней может проголосовать. Естественно, будут установлены графики. Мы думаем, что это будет 4 часа в день после обеда. Почему 4 часа и только 4 часа? Потому что остальное время из-за рабочего времени будет отдано на выезды, на обслуживание звонков по выездам на дома. Это время пойдет на выезды в те самые населенные пункты, где нет помещения для голосования. Полный текст поправок в Конституции опубликован в открытых источниках. За что голосуем, можно прочитать, например, на сайте Государственной Думы. О поправках поговорим сегодня с Еленой Цунаевой, сопредседателем Центрального штаба ОНФ. Елена Моисеевна, здравствуйте. Здравствуйте. Поправки охватывают очень много сфер нашей жизни. Среди них семейные отношения, экология, волонтерство и многие другие. А что из этого всего подтолкнет лично вас прийти 1 июля на избирательный участок? Вы знаете, я, наверное, больше, чем среднестатистический гражданин имела дело с Конституцией, потому что работала в школе и рассказывала ребятам, что это такое, и понимаю значение этого документа в жизни каждого гражданина. Поэтому я бы подписалась под каждой поправкой, тем более как член рабочей группы я слушала все дискуссии и обсуждения. Но сегодня я бы хотела обратить внимание на две поправки, которые лично для меня, в сути у моей жизненной позиции, жизни очень близки и актуальны. Это одна из поправок, которая защищает память о защитниках Отечества и подвига нашего народа. Совсем недавно мне пришлось участвовать в модерации «Шествие бессмертный полк» как волонтер, историк профессиональный. И, конечно, хулиганские действия, преступные действия некоторых наших граждан, которые попытались сорвать своими провокациями «Шествие бессмертный полк», лишний раз подчеркнула актуальность этой поправки. Ну а в День эколога и в Мирный день охраны окружающей среды я хотела бы напомнить о том значении, которое имеет для нас окружающая среда. В Народном фронте я курирую площадку «Национальную экологию», и поэтому считаю, что то, о чем говорится в этой поправке, а в частности о формировании экологической культуры, это очень важно, потому что то, что делает государство, да, но если мы с вами все вместе не будем заботиться об окружающей среде, то, наверное, никакие усилия государства нам не помогут сохранить нашу природу и наши здоровья. В ЦИОМ проводил опрос, кто готов участвовать в голосовании, и вот 15% из тех, кто выразил желание проголосовать, они опасаются приходить на избирательные участки. Как вы считаете, оправданы ли данные опасения? Вы знаете, на последнем заседании рабочей группы у нас присутствовал представитель Сбиркома, и очень подробно рассказывал, так же, как и сегодня вы в репортаже, о мерах безопасности, связанной с эпидемией. И, на мой взгляд, предусмотрено все. Лично я не опасаюсь, потому что, во-первых, я сама приму все необходимые меры безопасности, и, во-вторых, уверена, что члены избирательных комиссий по всей стране и в Астраханской области сделают все то, что было предписано, и думаю, что безопасность 100%. А как вы считаете, это ваше личное мнение, почему в целом надо прийти на это голосование? Конституция – это наш основной закон государства, это гарант, под который выстраивается все остальное законодательство. Любой закон, который принимается в нашей стране, он должен соответствовать конституции. Поэтому очень важно, чтобы все то, что произошло в нашей стране, все доброе, замечательное, что сейчас вносят поправки, они обязательно были. Потому что от этого зависит уже все остальное. Спасибо, Елена. Напомним, с нами на прямой связи была Елена Цунаева, сопредседатель Центрального штаба УНФ, а мы продолжаем наш выпуск. Ремонт милицейского моста завершится в срок. Подрядчик планирует сдать сооружение через реку Царев в мае следующего года. Реконструкцию объекта проинспектировал зампредправительства региона Михаил Богомолов. Сейчас строительные работы ведут с небольшим опозданием. Рабочие должны приступить к ремонту пролетных балок. Решается вопрос с подведением плавсостава под пролет моста. Несмотря на отставание от графика, компания-подрядчик «Автомост» обещает полностью сдать объект в мае следующего года. Это на три месяца быстрее первоначально заявленных сроков в контракте. Значит, решайте вопрос с плавсоставами. И для меня самое важное – это монтаж балок. Я жду вот именно по июню месяцу графика по монтажу балок, о смечивании, предоставлении исполнения заказчику, чтобы мы могли рассчитаться с поставщиком. Михаил Богомолов посетил и другой строительный объект – аэропортовское шоссе. Здесь планируют обновить участок дороги. Сейчас рабочие демонтируют старые бордюры и укладывают новые. В завершение рабочие положат тротуарную плитку. Чтобы не затруднять движение, дорожные работы проводят выходные. Далее уложат тротуарное покрытие, а в середине июня начнут фрезеровать дорожное полотно на проезжей части. Движение будет организовано попеременно по полосам. С середины июня начинаем фрезерование и параллельно начинается укладка асфальтной. Два слоя на проезжей части. Согласно графику, работы заканчиваются в третьей декаде августа. Оборот малого и среднего бизнеса упал в России на 54%. Это в апреле 2020 года по сравнению с аналогичным периодом прошлого. Специалисты IT-компании «Эватор» проанализировали данные из 650 тысяч онлайн-касс по всей стране. Больше всего пострадали турагентства, фитнес-центры и предприятия сферы торговли непродовольственными товарами. Затронул кризис и тех, кто работал в пандемию, тему продолжит Алтынай Урумбаева. Работа на заводе не останавливается ни на минуту. В режиме самоизоляции сотрудники предприятия «Лотос» Южного центра судостроения и судоремонта находились только 14 дней. В полном составе к работе приступили в середине апреля. Случаев заражения коронавирусной инфекцией на заводе не зафиксировано. Люди соблюдают меры безопасности. Тепловизор, антисептики, градусник, врач. С признаками респираторного заболевания температуры на работу не пустят. Заходите. Работы много. Спущен пассажирский круизный лайнер класса «Река-море». По контракту Петр Великий может уйти в навигацию в 2021 году. Сейчас внутри ведут электромонтажные работы, монтаж систем вентиляции, кондиционирование воздуха, продолжаются отделочные работы. Кроме того, на заводе строят два пассажирских речных теплохода на 180 пассажиров каждый. Завод приступил к строительству многоцелевого сухогруза для транспортировки крупногабаритных и опасных грузов. Были сложности с поставкой оборудования, особенно с импортным. Но, несмотря на проблемы, в начале кризиса завод оказывал поддержку медицинским работникам. Часть материальной помощи была оказана непосредственно приобретением оргтехники, компьютерным оборудованием, которое необходимо было для оснащения больниц, для дистанционного общения с врачей, с пациентами. Часть была приобретена защитными костюмами и, соответственно говоря, маски санитарные тоже. Астраханские предприятия выделили почти 150 миллионов рублей на борьбу с коронавирусом. Были приобретены лекарства, кислородные розетки, медные трубки для аппаратов ИВЛ, костюмы и средства индивидуальной защиты для персонала медицинских учреждений, портативные аппараты искусственной вентиляции легких для бригад скорой помощи. Всем огромное благодарность за поддержку, за своевременность этой помощи. Что самое главное в таких непростых условиях, это нужно было быстро делать. И благодаря этим предпринимателям у нас это получилось. В Астраханской области медицинским работникам в борьбе с коронавирусом средства перечислили более 20 компаний. Астраханские предприниматели организовали бесплатные горячие обеды и ужины для медицинских работников в госпитале Александра Мариинской больницы и инфекционной больницы имени Ничоги. Горячим питанием обеспечен и медицинский персонал Кировской больницы. Компания Sunlight Astrakhan также выделила средства на помощь медикам. Предприятие занимается грузоперевозками. Товары и продукты в Астрахань поступают из Ирана, Азербайджана, Турции. Это цитрусовые, бахчевые, косточковые, черешни, вишни, а еще томаты и яблоки. Из нашего региона в эти страны отправляют зерновые, картофель, лук, древесину. В связи с пандемией оборот упал в два раза. До кризиса он составлял 20-30 тысяч тонн. Мы друг к другу идем в ступки, помогаем, где-то бесплатно привозим, чтобы они потом оплотят. Без этого никак невозможно. Надо спасать и производителя, и потребителя, и перевозчика. То есть мы взаимосвязаны друг с другом. Мы друг без друга не можем. Поддержку астраханским медикам оказала и компания КНАУФ. Сегодня на предприятии несколько производств. Гипсовый карьер, дробильно-сортировочная линия, гипсоварочный цех, завод сухих строительных смесей. Сотрудники работают в период пандемии с соблюдением всех мер безопасности. Когда мы увидели эту проблему, мы, естественно, приняли с честью предложение об участии в спонсировании, закупке средств защиты для тех людей, которые круглые сутки борются непосредственно в больницах с этим заболеванием. Коронавирус изменил жизнь и сильно ударил по бизнесу. Даже те предприятия, которые смогли возобновить работу, несут убытки. Логистические цепочки были нарушены, но, несмотря на все сложности, бизнес оказывает поддержку медикам и продолжает это делать. Сотрудники МЧС провели разъяснительные работы с подростками, которые купаются в неположенных местах. На летних каникулах дети часто предоставлены сами себе. Занятия в школе закончились, а экзамены в этом году сдают только те, кто поступает в вузы. На набережных каналах и на берегу Волги подростки уже начали неофициальный купальный сезон. В половоде купаться в водоемах особенно опасно. Они не санкционируют место купания, потому что здесь может быть и трасса, коряги, потому что вот сейчас полая вода, приносят все, поднимаются сверху, карши, могут зацепиться за деревья, все, и они начинают нырять. И в этих местах могут попасть в сети, головой разбиться в бетонные плиты. Инспекторы МЧС проводят профилактические беседы с детьми и разъясняют правила поведения на воде. К примеру, как помочь тонущему другу или в какие службы экстренной помощи можно обратиться. В законе Астраханской области об административных правонарушениях есть статья, которая запрещает купание в неположенных местах. Штраф за нарушение до 3000 рублей налагают штраф административные комиссии. Они созданы при органах местного самоуправления, а оформляют нарушения сотрудники полиции. Сейчас действуют также ограничительные меры по пандемии. Несовершеннолетним нельзя находиться на улице без сопровождения взрослых. Молодые люди, которым нет, 18 лет. Мы просим к нам подойти, мы сейчас уточним ваше место проживания и с родителями свяжемся. Тем, кому есть 18 лет, проследовать по месту жительства. В России сократится количество сетевых магазинов. Торговые сети закроют часть своих точек в связи с кризисом из-за пандемии. Эксперты оценивают, что это 65% всех сетей страны. 30% из них это представители фэшн-сегмента. В магазинах сегодня побывала и наша съемочная группа. К эфиру готовится новый выпуск программы по ГОСТу. Что ждет телезрителей, расскажут мои коллеги. Утопили камеру в кефире, чтобы вывести на чистую воду. Камера в целости и сохранности. Программа записана, самый вкусный кефир определен. Эксперту ой, как непросто пришлось. У образцов органолептические показатели почти одинаковы. Вкусовые качества тоже. Это лучше всего вечером, перед сном, успокаивает. Это универсальный напиток. Он хорош и утром, он хорош вечером, перед сном. Как часть рациона питания, пожалуйста, в любое время дня. О пользе можно говорить бесконечно, только когда речь идет о качественном продукте. Отправляемся за кефиром в магазин. Выбор огромный, цены кусаются. Состав одинаковый, упаковки разные. Только срок годности и в помощь. Первым делом обращаем внимание на температуру. Для меня, конечно, холодно, для продуктов идеально. Замерзаем, а вот в студии становится жарко. Спорим, а крошка с кефиром или квасом? Какая вкуснее? А еще готовим кефир дома. Это только кажется, что сложно. Легким движением руки мы просто отправляем все. Блендер, семечки, водичку. Обалденнейший кефир. Ароматный, свежий, только что приготовленный, готов. Первый выпуск лета можно посмотреть завтра, 6 июня в 17.25 на ОТР и в 11.10 на Астрахань-24. Алтына Урумбаева, Руслан Асанов, Тимофей Кухарчук, Центр новостей. 6 июня, 221 год назад, в нашей стране родился человек, чье имя стало нарицательным для всей мировой литературы. Пушкин, символ русской словесности, всегда стоит первым. После него, как правило, говорят о Гоголе, Достоевском, Толстом, Тургеневе и Чехове. Александр Сергеевич прожил всего 37 лет, но его жизнь до сих пор предмет изучения для филологов и студентов. В том числе и тот период его жизни, который называют Болдинской осенью. Поэт провел в изоляции три месяца из-за эпидемии холеры. В изоляции проводили время и герой его сказок, Элеонора Лем, с подробностями. Как осень изменяет сад, дает багрец цвет синей меди и самоцветный водопад снегов. Уютная однушка и веселые обои. Сколько стихов и отрывков было записано за эти два месяца, теперь и не припомнить. Эта весна в заточении для актрисы Лии Альмяшевой стала чем-то вроде Болдинской осени. Работа на удаленке открыла скрытые возможности. Она освоила фортепиано. До карантина я вообще не умела играть, давно его купила, но все никак, потому что работала, а сейчас вот возможность появилась. И начала писать стихи, чего от себя совсем не ожидала. Когда же, непослушные вы дети, проснетесь предначертанному смыслу, а смысл улетает сквозь решетку. Здесь так и хочется продолжить. Сижу за решеткой в темнице сырой, но кто же знал, что в изоляции так станет проявлять себя воля. Я не собиралась этим заниматься вообще. Оно само пришло. Я его записала в шоке. Стала разбираться, что я такое написала. Об ощущении полной свободы в вынужденной изоляции писал и Пушкин, хвастаясь в письмах Плетневу. Ты не можешь вообразить, как весело удрать от невесты, да и засесть стихи писать. Закрытый от холеры в глуши деревенской, Пушкин в Болдино дописывает Онегина, создает маленькие трагедии, сказку о папе и работнике его Болде и пишет повести покойного Ивана Петровича Белкина. Эти истории теперь часть творческой биографии актрисы Лии Ольмяшевой. Это же анекдоты по сути. Все воспринимают, ждут какой-то серьезности. Есть такой немного конфликт. Он был со зрителями, что мы ожидали Пушкина, а получился какой-то хулиган. Иначе как могли появиться на свет прелестные сказки, где хулиганец царицы, отправляя в темный лес неугодных подчерец, спящая царевна не по своей воле, но ушла в чащу на самоизоляцию. День за днем идет мелькая, а царевна молодая все в лесу. Что делал и чем жил во время эпидемии Холеры Пушкин, описано в биографии поэта. Его дни в пандемию с точки зрения современного человека были куда скучнее. Ведь не было телевизора, ютуба и артистов, которые выходили в онлайн. Просыпаюсь в семь часов, пью кофей и лежу до трех часов. Недавно расписался и уже написал пропасть. В три часа сажусь верхом, в пять в ванну и потом обедаю картофелем да грешневой кашей. До девяти часов читаю. Вот тебе мой день. И все на одно лицо. Одно лицо видел перед собой и князь Гведон. Он точно не был готов к столь долгому путешествию в замкнутом пространстве. В бочку его посадили ребенком, а на берег крутой он выйдет уже возмужавшим молодым человеком. Правда, и рост дитя не по дням, а по часам. Так или иначе, самоизоляция для детской психики ничего хорошего принести не может. Психолог Марина Потапова и ее коллеги за два месяца самоизоляции провели более 80 прямых эфиров и дали десятки консультаций. Детям для нормального развития необходимо двигаться, кричать и бегать. Князю Гведону на самоизоляции повезло меньше всех. Из бочки он выйдет. Однозначно социально не адаптирован. Нет возможности правильно строить социальные контакты, выстраивать, самореализовываться, развиваться, изучать, путешествовать. То есть вот это всему этому он был ограничен. Но на то она и сказка, чтобы все в ней закончилось хорошо. Хотя в другой сказке о «Золотом петушке» солнце русской поэзии однозначно писал. Сказка-ложь давней намек. Добрым молодцам урок. Намеки в свой адрес всю жизнь слышал мастер по ремонту бытовой техники Александр Сергеевич Пушкин. Полный тезка поэта. На вопрос «Кто делать будет?» ответ всегда готов. Пушкин. Все знают эту поговорку. Поэтому периодически ее произносят, а потом смотрят на меня. С такими паспортными данными ему теперь приходится тщательно следить за качеством ремонта. Ведь надо думать о репутации и сделать что-то не так. Все равно, что бросить тень на солнце русской поэзии. Это совпадение в фамилии, имени и отчестве – не случайность, а намеренное желание родителей и деда. Только с годами мастер Пушкин понял, что Ас Пушкин неплохо работает на имидж и делает неплохую рекламу. Сначала фамилия доставала неудобств, очень много внимания. Все знали, все догадывали, угадывали. То есть многих людей я не знал, но меня знали все. Сегодня он даже благодарен своему тезке, но сына называть Сергеем не стал, чтобы внуку было легче. В его случае хватит и одного совпадения – фамилии. Она способна осветить путь любого русского человека. Элеонор Лем, Алексей Егупов, Центр новостей. На этом у нас все новости. Если у вас есть интересные темы, звоните и пишите нам мессенджеры на телефоны. На этом все. До встречи на Астрахань-24. Редактор субтитров А.Семкин